Кадлишки, ребятишки, с вами Слава Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а ты еще в новую серию нашей рубрики с операциями. И кому мы будем делать операцию, вы наверное уже поняли по названию. Но, ребята, я буду очень сильно рад, повторяюсь, очень сильно рад, если ты прямо сейчас лепишь большущий палец вверх на вот это видео. Потому что все мы, ребята, прекрасно знаем, что каждый ваш лайк это для меня большая мотивация. И спасибо, ребята, вам за то, что вы ставите лайки на мое видео. Ведь именно ваши лайки придают мне больше сил для записи новых видео и не останавливайтесь. Если вы хотите больше видео каждый день, может даже 2 видео каждый день, поставьте лайк прямо сейчас. Набираем 7 тысяч лайков на вот этой серии операций и сразу выходит новая серия. Вот прям сразу же, ребята. Поэтому, если хотите больше операций и вообще больше видео, не помню, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Потому что каждый подпишет для меня как друг. И также, ребята, пишите в комментарии, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Я, ребята, эту рубрику полностью предоставляю вам. Напишите в комментарии вашего любимого персонажа с мультиков, игр, аниме, фильмов, не знаю, ребята, с различных вселен, напишите, чем больше голосов мы набрём за какого-то определённого персонажа, именно ему я сделаю операцию в следующей серии. А сейчас, ребята, мы тянуть не будем, и давайте посмотрим, кому же мы будем делать операцию в этой серии, как вы, 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 вы увидите, я даже немного заикаться начал. Это Эш, Эш Кетчем, а если это Эш, то, в принципе, мы понимаем то, что в этой серии мы будем делать операцию каким-то покемоном, а если учитывать то, что это Эш, то, наверное, всё-таки Пикачу, или, может, ещё кому-то. Сейчас, ребята, мы посмотрим, давайте быстренько оденемся в наш костюмчик генерала, о, о, какой костюмчик, и давайте, ребята, посмотрим, кому же мы будем делать операцию Эш, мы сейчас вернёмся, сейчас вернёмся, не переживай. Да, Пикачу, но чё-то Пикачу как-то очень плохо выглядит, красные глаза, немного потолстел, и что-то у него тут небольшие проблемы, да, бедный Пикачу. Ладно, давайте, ребята, мы пойдём и посмотрим, что же нам скажет Эш. Привет, Эдисон, я знаю, что ты очень любишь покемонов, поэтому я решил обратиться к тебе, с моим Пикачу случилась беда, он умирает, с его тела начала уходить энергия и электричество, прошу тебя, помоги ему, попробуй его реанимировать с помощью того же электричества, я не знаю, чего, честно, побей его током, вызови молнию, сделай всё, что только возможно, но прошу, спаси моему Пикачу. Ну, в принципе, а что делать? Он прав, я очень люблю покемонов, и все ребята мы с вами любим, поэтому я даже не буду нажимать подожди минутку, а сразу, сразу ему скажу, что я пойду и попробую спасти Пикачу. Но, но, как нам его реанимировать? Может, если я его действительно побью молнией, и может, если вот эти лампочки у него загорятся, то он оживёт, и с ним всё станет хорошо? Ну, Пикачу, не зря, не зря мой дед был шаманом, не зря мой дед был шаманом, и не зря он говорил там, Эдисон, когда-то придёт время, и ты используешь этот дар, который я тебе, тебе сейчас дам, подарю, посвящу тебя. И да, это посох моего деда, посох поведителя молнии. Мой дед реально был шаманом, ребята, вот такой вам секрет, поэтому он действительно припрятал вот этот посох, но на вот такой, на вот такой день, когда Пикачу будет плохо. Эш, я тебя, в принципе, тоже могу немного зарядить молнией, но я боюсь то, что если я тебя хренакну молнией, то у Пикачу больше не будет друга. Поэтому, Эш, мы ещё вернёмся, я тебе обещаю то, что я, я спасу Пикачу, если не спасу, сам умру, потому что Пикачу для меня так же всё, как и для тебя, поэтому, ребята, Пикачу, Пикачу. Ладно, ребята, давайте будем приступать, начнём с этого места. У него тут всё плохо, у него тут всё плохо, если у него даже глаза потухли и не горят, то нужно что-то делать. Давайте, ребята, мы попробуем зажать вот эти все лампочки, попробуем его побить током, электричеством, молнией. Каждую вот эту лампочку попробуем его как-то реанимировать, потому что все мы помним то, что Пикачу это электрический покемон. И у него вся жизненная энергия исходит из электричества. Поэтому, ребята, давайте попробуем. Хуй, я надеюсь, что с Пикачу всё будет хорошенько. Пожалуйста, 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 Пикачу, пожалуйста, оживи, а. Не мучай Аша, не мучай Аша, ты действительно ему очень сильно нужен. Я не знаю, будет ли работать вот этот посох, может это посох моего деда, но дед-то мне его передал. Но я не знаю, посвятил ли он меня в шаманы, могу ли я использовать вот этот посох. Чё-то, чё-то у меня начинают появляться небольшие сомнения. Дед меня подвёл по... Дед, ты меня походу обманул немного, да? Что-то не работает, что-то не работает. Но дед меня учил тайному заклинанию, как призвать в себя силы настоящего шамана. Может, если я его попробую использовать, то у меня появится какая-то возможность использовать его посох и спасти Пикачу? О боже! Я чувствую, ко мне приходит сила! Значит, дед не врал. Дед был реальным шаманом. Да! Я даже на некоторое время стал неуязвимым и бессмертным. Пока у меня есть эта возможность. Пока я владею такой невероятной силой, мне кажется, нужно вылечить нашего Пикачу. Хм, Пикачу, ладно. Я вызываю молнию вот в этом месте. Нихрена себе! Да я с такой силой нахрен всю планету завоевать смогу. Охренеть просто так! Пикачу, ты там не вздыхай, не вздыхай. Мы сейчас все тут наладим, все пучком будет. Нифига себе! Вот какой я силой владею! Ох, дед, я тобой горжусь, честно. Офигеть! Пикачу, Пикачу! Так, так, поджигать Пикачу не нужно. Поджигать его не нужно. Но мы его сейчас спасем, сто процентов. Так, 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 Пикачу, 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 Пикачу. Офигеть, какая у меня сила-то появилась! Я богатырская прям! Пикачу, я надеюсь, с тобой сейчас все будет в порядке. Пожалуйста! Нет, 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 не получилось, Пикачу! Не бросай нас! Сейчас все будет, Пикачу, сейчас все будет. Да что такое, Пикачу? Я не знаю, родники будут, родники будут. Ребят, давайте все попросим Пикачу, да это просто офигеть. Ну все мы любим покемонов, Пикачу, пожалуйста, живи, живи, Пикачу! Ты всем нам нужен! А если я же вообще узнаю, что ты умер, то он сам повесится. Сам вены себе вскроет. Поэтому Пикачу, пожалуйста, я не знаю, можешь тебе в глаз ударить. Что-то не помогает, нифига! Что-то нифига не помогает, Пикачу, пожалуйста! Пожалуйста, Пикачу наш! Да! Офигеть! Да, мы справились, только я вижу, что с Пикачу что-то не так. Нужно, ребята, отдать должное деду. Дед! Услышь меня! Спасибо тебе большое за то, что ты нам дал такую огроменную силу! Возьми ее обратно, потому что если я оставлю ее себе, то я сойду с ума и просто реально всю планету завоюю! Поэтому нужно уговниться, нужно уговниться. Дед, пожалуйста! Да, он забрал и посох, и забрал просто офигеть какую мощную способность. Но с Пикачу что-то не так, с Пикачу что-то не так. Я вижу, что у тебя глаза красные, не знаю, может ему на ухо плюнуть. Да, реально! Он прикидывался, значит, он прикидывался, значит. Пикачу, Пикачу, так не делается. Ну как прикидывался, да? Мы ему тут нехеровенькую операцию сделали, но все же ему нужно еще немного дать разряда. Чтобы, чтобы все же он реально проснулся. Хренать тебе по уху! Вот. Пикачу! Боже, ты нас так напугал. Ребята, все мы переживали за Пикачу, все мы переживали за Пикачу. Пожалуйста, пожалуйста, больше никогда так не делай. Что с ним вообще случилось нафиг? Почему? Что с ним? Эштам, если честно, даже не рассказал, что с ним произошло. Почему ему так стало плохо? Не может быть просто так, что он сидел-сидел и раз, ему плохо стало. Есть там какой-то секрет, и он нам его просто-напросто не хочет рассказывать и не хочет нам с ним делиться. Ладно, Эш, я надеюсь, что все. Больше никаких проблем не будет, потому что... Если сейчас еще что-то, то... Да! Ты спас его! Моего любимого Пикачу! Спасибо тебе большое! Ну, в принципе, не за что. Это так же и мой любимый Пикачу. Сейчас еще подеремся за него. Но большое тебе спасибо. Так, что он нам дал? Что он нам дал? Он нам дал 15 пуль, 5 железа и сувенир! Смотрите, какой сувенир! То есть, сувенир от Пикачу! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе, Эш! Офигеть просто! Круто! Круто! Я его поставлю на самое видное место. Ребята, куда бы нам поставить вот этот сувенир? Чтобы он прям всегда был заметен. Так, сюда нет. Тут у нас Белочка уже. Тут у нас Бэтмен. Тут у нас кукла, которую нам подарил Лунтик. Да, за то, что мы его спасли. Спасли его куклу Луню. Это копия куклы Луни. Куда бы нам поставить сувенир от Пикачу? А, точно, я же его могу на стену повесить. Вот, допустим. Ну, допустим. Тут у нас есть сувениры. Оленя, медведя. Не танцуйте, не танцуйте. Олень, медведь и также зомби. Может, я сюда поставлю? Вот сюда. Да. А потом, если у нас будут еще сувениры, то я вообще тут вот всю стену вот так закладу. Мне кажется, нормальная идея. Ну что, Эш! Будем прощаться? Будем прощаться, Эш! Я сейчас еще пойду посмотрю, увижу, что там с Пикачу. Только дай мне 5 минут. Дай мне 5 минут. Знаете, ребята, что я хочу сделать? Смотрите. В первую очередь. В первую очередь. Мы скоро уже наконец-то сможем скрафтить себе. Сможем скрафтить себе наковальню. И с помощью этой наковальни мы сможем чарить свои оружия на Sharpness, на Fire Aspect, которое у нас есть, и на многое другое. Все, что нам осталось, это 3, 3 железа. Не больше. Это, ребята, будет круто. Кстати, у нас уже также есть 2 алмаза. Может, потом пригодится. Может, потом пригодится. Эту книжечку можно сюда отложить. И, в принципе, все. Давайте, ребята, попрощаемся с Пикачу. Ты нам так, зараза, не рассказал. Что же там с ним произошло, и почему ему так стало плохо? Вот это, если честно, до сих пор не понял. Таит он какие-то секреты, и это мне, если честно, не очень нравится. Но, да ладно. Пикачу. Прощай. Прощай, Пикачу. Пускай все с тобой будет хорошо. Это еще кто? Да ну нахрен. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ах, ты ж, твою мать. Это еще команда Эрдон сюда напала. Так, значит, вот. Вот что с Пикачу стало. Это из вот этих чурок двух. С ним что-то произошло. Эш не хотел нам говорить об этом. Так, 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 так. А сейчас они опять решили забрать Пикачу. Но нет, нет, сейчас тут не только Эш, сейчас тут я. Поэтому, заразы, вы так просто его не заберете. Это точно. Так, Джесси Джеймс, команда Эрдон. Команда Эрд. Вы так просто его не заберете. И мы, ребята, в принципе, с ними справились. Эш, вот ты зараза. Ты реально ни хрена нам не горил? Так это из-за команды Эрд Пикачу пострадал. Но мы с ними хотя бы справились. Мы с ними хотя бы, только они по лаборатории моей разнесли. Но все же. Эш, в следующий раз реально лучше нам говори. А то, увидите, что произошло. Если бы я уже ушел, команда Эрд бы опять напала. И сейчас бы реально украла бы Пикачу, потому что меня тут не было. Ох, тупая твоя башка, Эш. Но, ребята, хорошо то, что мы с ними вовремя расправились. Да! И, в принципе, ребята, спасли Пикачу. Спасли Эша и Пикачу от команды Эр. И, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Если вы хотите видеть новую серию операций, как можно скорее, не поленитесь и влепите большущий палец вверх. Потому что, чем больше лайков мы наберем на вот этой серии, тем быстрее выйдет новое видео, новая операция. И, возможно, вообще 2-3 видео в один день. Если вы, конечно, это походите. Вы всегда знали то, что... И знаете, ребята, то, что каждый ваш лайк для меня очень важен. Я вас ценю за это. И все, что вам нужно, это просто его влепить. Это вам ничего не стоит. Но за это, ребята, я выпущу новое видео специально для вас. Для вас, моих любимых, как можно быстрее. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. И также пишите в комментариях, как я уже говорил на начале видео, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Напишите любого персонажа, любого героя, кому вы хотите, ребята, в комментарии. Я прочитаю, увижу, посчитаю голоса и сделаю операцию, может, именно вашему персонажу. Да, ребята, поэтому большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.